С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 14 ноября. Всемирный день борьбы против диабета. Отмечается в день рождения Фредерико Гранта Бантинга, канадского физиолога, одного из первооткрывателей гормона инсулина. По данным Всемирной организации здравоохранения, сахарный диабет увеличивает смертность населения в 2-3 раза и сокращает продолжительность нашей жизни. Для сравнения, в 2014 году диабетом страдали 422 миллиона взрослых во всем мире, а в 80-м всего 108 миллионов. И, увы, с каждым годом число заболевших увеличивается. Также сегодня Международный день логопеда и день социолога в России. Ну а теперь о родившихся. 1840 год, 14 ноября. В этот мир приходит Клод Моне, французский живописец, основоположник импрессионизма. Путь к славе был долгим и непростым. Порой он, пытаясь забыться, в отчаянии убегал из дома, оставляя жену с маленьким сыном Жаном практически без средств к существованию. Бывали моменты, когда художник в бешенстве крушил собственные картины, разрывая их на части и соскабливал краску. А между тем это было время создания его лучших полотен. Завтрак на траве, впечатление о восход солнца, бульвар капуцинок в Париже. 1907 год. Рождается Астрид Лингрен, урожденная Астрид Анна Эмилия Эриксон. Шведская писательница, автор ряда всемирно известных книг для детей, но прежде всего Малыша и Карлсона, который, как известно, живет на крыше. И тетралогии про Пеппи Длинный Чулок. 1918 год. День рождения Павлика Морозова или Павла Трофимовича Морозова, председателя сельского пионерского отряда, в котором он был единственным членом и который стал идеологизированным образом юного борца с кулачеством. В 1932 году он выдает чекистам своего отца, председателя колхоза, который помогает односельчанам, не желавшим вступать в колхоз, покидать родные края. Убит собственным дедом. 1948 год. Чарльз, Филипп, Артур, Джордж, принц уэльский, герцог Корнуола и Роция, граф Честера и Керка, барон Рейнфрю, лорд островов и великий правитель Шотландии приходят в этот мир. Наследник британского трона и старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Событие дня. 1263 год. На 44 году жизни в городце, ныне райцентр Нижегородской области, возвращаясь из Золотой Орды, где отмаливал Русь от беды, упросил хана не настаивать на присылке русских военных отрядов для татарских нужд, умирает великий князь Владимирский Александр Ярославович Невский, праправнук Владимира Мономаха. Митрополит Кирилл возвестил народу об этой смерти словами «Чадо моя милая, разумеете, я Козаиде солнца русской земли». Православная церковь причислила князя к лику святых. Его мощи, открытые в 1380 году по приказу императора Петра, были перенесены в 1724 из Владимира в Петербург в специально построенную Александр-Невскую лавру. В 1922 году гробницы вскрыли и мощи оказались в Казанском соборе. Музей историю религии, атеизма, Академии наук СССР. Их торжественно возвратили в лавру в июне 1989. 1831 год. Выходит указ «Государь-император высочайше повелеться изволил отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять службу тем же чином и определить его в Государственную коллегию иностранных дел». Николай I. 1832 год. В Нью-Йорке появляется первый в мире трамвай на конской тяге. Линия проходит от Нью-Йорка до Гарлема. Первые пассажиры – мэр города, члены муниципалитета. Интересно, что первый трамвай на конской тяге в России появится лишь в 1864 году. Но это было первым толчком на пути развития общественного экологического транспорта. 1870 год. В Санкт-Петербурге утверждается устав «Товарищество передвижных художественных выставок», организованного по инициативе художника Григория Григорьевича Месоедова. Участники общества – известнейшие русские живописцы. Крамской, Репин, Поленов, Саврасов, Шишкин, Воснецов, Левитан, Куинджи и другие мастера – реалисты. Передвижники отказываются от принципов, господствующих в Академии художеств, перестают писать картины только на библейские и античные сюжеты и решают пропагандировать русское искусство в городах России. Первую свою выставку «Товарищество» откроет в 1871 году. В 1889 году репортер нью-йоркской газеты «Уолт» Нелли Блай отправляется в кругосветное путешествие, решив побить достижение Филлиаса Фога, героя романа Жюль Верна «Вокруг света 80 дней». При этом журналистка даже навестила великого мечтателя и фантаста. За время путешествия роман Верна пересдают 10 раз. Но больше всех интересуется этим предприятием сам писатель. Для него ведь это было не погоней за дешевой сенсацией, а проверкой его предвидения возможностей человеческих. Он тщательно отмечает на глобусе, на котором уже был нанесен маршрут Филлиаса Фога, путь Нелли Блай и, сверившись с ее хронометром, внимательно следил по газетным сообщениям за путешествием. В Нью-Йорк Блай прибывает через 72 дня 6 часов 10 минут и 11 секунд. Почти совпало. Ну а в 1896 изменяются ограничения скорости для машин с двигателем в Англии. Она поднимается с 4 миль в час аж до 14 миль в час. Закон о регулировании скорости самоходных средств передвижения впервые принят парламентом Британии в 1865 году. Согласно Нему, в городской черте машины могли двигаться не быстрее 3 км в час, а за городом 6. Экипаж машины должен был состоять из трех человек, из которых один был просто обязан идти в 50 метрах впереди нее с красным флагом или красным фонарем ночью. Лишь спустя 31 год эти ограничения были существенно смягчены. 1920 год. Правитель Юга России, главнокомандующий русской армии в Крыму, генерал-лейтенант Петр Врангель после разгрома Красной армии в Северной Таврии со значительной частью своей армии бежит за границу. Еще за полгода до этого его штабом был разработан секретный план возможной эвакуации в случае прихода врага. Приказ, о котором Врангель отдает 11 ноября. В нем он призывает покинуть Россию всех, кто разделял с армии ее крестный путь. Поражение Врангеля фактически ознаменовало конец гражданской войны. 1935 год. В Москве открывается первое всесоюзное совещание стахановцев, на котором Сталин заявит «Жить стало лучше, жить стало веселей». Говорят фразу, это Иосиф Виссарионович, позаимствовал из письма родителей народного академика Трофима Лысенко, которое тот не применил показать самому вождю. 1994 год. Открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем. Ну и последнее. 1969 год. Премьера кукольного мультфильма режиссера Романа Качанова «Крокодил Гена», выпущенного киностудией «Союзмультфильм». Картина снята по мотивам книги Эдуарда Успенского, «Крокодил Гена» и его друзья. Фильм озвучивали Василий Ливанов, Клара Румянова, Георгий Бурков, Владимир Кениксон и многие другие актеры. В этом фильме впервые появились широко известные мультипликационные образы «Крокодил Гена», «Чебурашка» и «Старуха Шапокляк». Серия любимых в народе мультфильмов о Чебурашке и других забавных персонажах под чудесную музыку и песни Шаинского начинает свое триумфальное шествие. Милого ушастого зверька находит продавец магазина овощи-фрукты в ящике с апельсинами. Зверек у него сразу чебурахнулся, то бешупал. В зоопарке его не приняли, неизвестен науке. Куда сажать, не знают. Так как был он похож на бракованную игрушку, его принимают работать в магазин, стоять в витрине, а жить разрешили в телефоне-автомате. В городе жил крокодил Гена и работал в зоопарке. Гене был одинок, он играл сам с собой в шахматы и написал объявление о том, что молодой крокодил, ну, короче, они с Чебурашкой подружились и построили домик друзей. Герои фильма становятся частью российской массовой культуры, а сам фильм поистине культовый. И, кстати, не только у нас. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Продолжение следует...